Снова здарова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фристен Геймс. Мы возвращаемся с вами в Звездные Войны Галактика Героев. Сегодня у нас Великая Арена. Второй круг начинается, и я прочитал много комментариев по поводу того, что верни старый деф, до этого было лучше. Да, возможно, до этого было лучше, но я хочу попробовать еще поиграться с различными дефами, с различными тактиками. Поэтому пока что мы оставляем тот, который мне подготовил Александр Баба-Яга, а потом уже будем смотреть, что, где и как. Всю эту Великую Арену я буду экспериментировать. Если это подразумевается под собой различные постоянные поражения, то ничего страшного. В любом случае это будет опыт, из которого я могу опять же сделать определенные выводы и построить уже тактику на будущие Великие Арены. Значит, по сопернику, по ГМ у него на полтора миллиона больше, но у него слабенький палач и слабая охота. Вообще, в принципе, то есть, ну, как сказать слабые бритвы, ФТ-12. Вот, но у него есть первый порядок, весьма неплохой, которым он планирует закрывать, судя по всему, мою охоту. И сепаратисты, ну, сепаратисты в золоте, такими он вряд ли закроет, хотя, если у него есть, а у него есть, ну, попробовать можно. В принципе, два захода, я думаю, он сможет это сделать. По персонажам у него раз, два, три, четыре легенды. И, в принципе, персонажей намного больше. Это дает нам что? Дает ему преимущество, а нам дает понимание, что у него будет хороший деф и хорошая атака. Он пока что не атаковал. И скажу тебе сразу, я допустил одну ошибку, которую, скорее всего, он мне не простит, как и любой другой соперник. Но это мое упущение, потому что я сильно торопился, записывал видео и просто-напросто забыл, не успел. Я не поставил некоторые модули. Единственный нюанс, что, насколько я помню, все пачки, которые используются сейчас без модулей, они находятся в защите, а не в атаке. Но я не знаю, хорошо от этого мне стало или плохо. Далее, поехали. Начнем мы, наверное, с Гривуса, потому что я вампу успел докачать до пятого релика. И, по идее, в теории, все должно быть лучше, чем обычно. Преодоление сопротивления, критический урон, физический урон, эффективность пробития брони. Будем броню пробивать прям жестко налево и направо. Поехали. Да, мне полным отрядом хочу вступить. Модуль я с вампой не снимал. Вместо третьего релика теперь у нас пятый. Но, опять же, там была драйдека золотая, а здесь драйдека реликтовая. Что, в принципе, для нас тоже является нехилой такой помехой и угрозой. На секундочку. Давай, пушистый пидор, покажи им, как надо сражаться. О, хорошо. Но ты можешь лучше. Ты можешь еще лучше. Давай, поехали. Нет, что-то слабовато. Где пробитие брони-то, дружище? Допустим. Подожди. Нет, 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 ну зачем? Ну, ёп твою мать. Ну, я так и знал, что это все на драйдеку опять ляжет. Ах ты ж, мразь. Не успею я, да, подключиться? Подключить свой бонус. Не, успел бонусную защиту подрубить. Отлично. Еще не разрядилось. Все разрядилось. Живы. Нормально, 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 нормально. Пока нормально, жить можно. Не могу сказать, что долго. Я еще раз гаркну. Слушай, ну B2 отлетел вообще не по моей вине так-то. Сюда ходи. Давай, снимай с себя. Вот, все. Пизда, Матрена на тебе пришла. Здравствуйте. Угу, угу. Не, ну слушай, с пятым реликом, конечно, все это идет поинтереснее. Пошустрее, позвонче. И стабильнее, чего уж тут скрывать. Ой, хорошо, за соточку урон пошел. Да, пустим. А зачем я опять настакиваюсь? Можно же просто добить и все. Держи ответоньку. Держи еще немножко. И сверху тебе. Так, ладно. Как говорится, счет размочили, счет открыли. Здесь пока что мы бабунца ложим на все происходящее. Идем вниз смотреть, что у нас там. А у нас. Мотма не страшная, Рэй. Страшная. Ой, мои любви. А у меня КВМа, наверное, нет в атаке. Да? А у меня КВМа нет в атаке. Блинский. Он же так красиво всех раскладывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А имперские штурмовые киты хотя бы у меня есть в атаке? Да. Ну, хоть что-то хорошее у меня в атаке осталось. Поехали. Разложим это все мероприятие. А на легенду Рэй мы пойдем за... Угадай, угадай, угадай. СЛКР. Правильно. Правильно. Я уверен, что хотя бы один человек точно правильно написал. Почему? Потому что прекрасно знает, что за легенду Палпатина у меня выходит не очень. Потому что Рэй для меня новый камень преткновения, которым раньше являлся Гривус. И рисковать я сейчас не хочу. Плюсом у меня еще сегодня жесткая битва. Мне предстоит выносить палача не за палача, прикинь. Потому что я своего палача поставил в деф. Угу. И это печальненько. А еще я перемодил... Бляха. А я же ГК перемодил. Я забыл, он должен быть медленнее или быстрее Вейдера. А, он должен быть медленнее. Нет, тогда я наоборот правильно перемодил. Отлично. Хорошо. Ну я Малгуса просто переодел в модули, которые стояли на ГК. Потому что я его рассчитывал использовать в атаке. Но Сашка сказал, пошел ты нахуй со своими расчетами, надеждами и со всем остальным. Ну и пришлось, естественно, отвалиться. Сюда идем мы вот таким образом. И нам нужен кто-то из первого порядка. Кто-то из первого порядка. Например, это будет офицер. Товарищ офицер. Что мы хотим себе взять? Эффективности не хотим. Физический урон... Кстати, физический урон... А вот, физический урон преодоления сопротивляемости. Это мы, в принципе, хотим. Это мы можем. Это мы любим. Поехали, попробуем. Это у меня еще датакрон на Ситхов прокачивается. Прям нормально. Там уже, по-моему, восьмая категория. Но он в защите на Малгусе стоит. Дальше кто нам? Финли. Финли, сюда иди. Хорошенько тебе по головушке, чтобы не выеживался. Здесь я набиваю себе ульту. Здесь я вырубаю... Смотри, героя по сопротивлению просто с одного удара. Просто он улетает. Отлично. Дальше я передаю ход и в наглую, просто в наглую даю массовку. Почему? Потому что я зверь-машина. Ой, красного потеряли. Вот это плохо, конечно. Давай попробуем. Просадили. Хорошо. Забираем вот это. Сюда идем только тырц. Сюда делаем бах-трах. Бах-бабах. Папапам-папам-папам. Так, хорошо, хорошо. Пока нормально. Делаем мы что? Делаем мы базу. Делаем мы просто удар. Теряем хакса. Это естественно. И сами сваливаем в ульту на два хода. У нас есть два хода для того, чтобы рейку заиметь. Ага. Мимо барышня. Мимо неким. Хорошо. Допустим. Да, это грязно. Да, это грязно. Но по-другому можно было как? С МДК? Можно было с МДК. А вдруг у него позади что страшненькое будет? А? 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 Как тебе такое? Я вот страшненькое не хочу. Подожди. Мне надо разобраться еще со старичками. Кем мне можно разобраться со старичками так, чтобы это было не страшно, не сильно, не больно? Малок может? Может. Но слишком жирно для них. Слишком жирно. О, кстати. А что если я жуков пущу на Мотму? А на жуков Триумвират? А на сестер Вейдера с Ватом? Ну, если я жуков пускаю сюда, тогда кого я пущу? А, я ж сюда могу, в принципе, КЛС опустить. А что у меня по охоте? Может, таким образом попробовать сыграть? Тогда жуки пойдут на Старую Республику. Там Триумвират. Там Вейдер с Ватом. Но, в принципе, вроде как звучит юзабельно. Давай я, наверное, сделаю вот таким образом. На, еще, держи. Заодно это мне даст прохил. Ты призываешь всех врагов? Да. Легко контракт не выполнили. Серьезно? Во, контракт выполнили. Ты сдохнешь. Здесь я опять покричу немножко. Ага. А что такое? Оживить не в состоянии, да? Сорямба. Ну, мы сделаем еще вот таким образом. Бляха Боба чутка не добил. Вот прям совсем самую малость. Манда, 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 Манда. Ты мне нужен. Манда, красава. Вот, серьезно? Манда, ты такая мразь. Ну что ж ты так сдох-то, а? Бляха, аж на монитор плюнул. Скотина ты, Манда, нельзя ж так было. Ну что, ма... Мммм, блядь. Так, ладно. Ну, прости Мандалорцу. Фиг с ним. Он все-таки фиолетовый. Он здесь самый слабенький в отряде. Не, ну еще есть гриф. Но гриф-то крыса. Он просто спрятался в инвиз и сидел спокойненько там. Здесь я делаю что? Я делаю что? Вот этого чувачка. Потому что длительный урон. Вот этого. Потому что масс... Массовка. Вот здесь. Потому что массовка. Далее. Я думаю, что сюда я лучше сделаю вот так. Ой, а почему я ей не закинул? Для полного контроля-то. Ну, хотя, в принципе, не страшно. Так, иди нафиг. Вот тебе и контроль. Машка. И мишка. Так, слушай, медведь. Ты задрал уже. Все, хорошо. Жуки здесь отработали как положено. Смотрим, что позади. И вангуем, что там есть легенда. Да? Нет, здесь нет легенды. Здесь слабый древон пак. Угу. Значит, я могу сюда отправить одну легенду для того, чтобы это мероприятие все было чисто. Сюда триумвират. Да, поехали тогда. Вроде как пахнет чем-то хорошим, но мы еще флот не открывали, понимаешь? Вот на флоте могут нам и навалять, и навонять. Поехали, мы пойдем вчетвером. Нам больше никто не нужен. По идее, мы должны справиться и так. Но инфа не точная. Не забываем о двух процентах. Вездесущих и вездесрущих. Это есть хорошо. Да нет, слушай, расходовочка прям то, что надо. Мы по скоростям его уделываем прям как положено. Угу. Допускаю такую вариативность. Сюда пошли. Есть контакт. Не-не-не-не, дружище, ничего у вас не получится. Серьезно говорю. Я же сказал, не получится. Если его не пробивает шпион, значит его не пробьет уже в принципе никто. Вот и все. На. Я делаю вот такиным образом. Я делаю вот такиным образом. Я делаю вот так. Да-да-да. Ага. Сюда иди. Добивочка будет? Добивочка будет. Все. Один стяг мы потеряли, но по факту не потеряли ни одного. Потому что набрали 65. Сюда я отпушу, отпушу. Легенду Палпатинов Солянова. Потому что мне здесь в принципе бояться абсолютно нечего. На сестер я отпущу Вейдера с Ватом. А у меня Вейдер вообще в атаке? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну пока он не может, да? Да, ну перестань. А, нет, вот закинул запрет на прохил. Так, ладно, тогда надо этого дурочка добивать. Ну, бляха, ну серьезно. Подожди. А ведь так все хорошо начиналось. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да подожди, спокойно. Да ты задрал меня со своими запретами на прохил. Я как должен отхиливаться-то? Хорошо. Не надо, не надо. Я в любой момент могу перейти в ульту и отжарить их по самой неболуси. Но я планировал все-таки на максимальное количество стягов пройти, а именно 69. Бляха, хп, 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 хп. Блин, 68. Ладно, это все Энакин, мразь поганая. Так, сюда вейдер с ватом залетаю, да? Вейдер есть, ват есть. Скоростя, скоростя. У кого скоростя? Вот у тебя скоростя, мне интересно. Но здесь их не хуху, да? Не хуху же нет? Где скоростя потерялся? 259. Маловато будет. И здесь... 192. Ну, понятно. Понятно. То есть, в принципе, здесь я вывожу нормально. Поехали. Они, конечно, жирненькие, но здесь нет ни омикронов, ни хороших скоростей, дабы дать мне стан. Поэтому, по идее, в теории жить будем. Если не помрем. Сразу делаю вот таким образом. А где скоростя? Это сейчас что было? Ты что, мразь? А скоростя? А где скоростя-то? Подожди. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ах, ты ж мразь такая. Где мой видроид? Вейдер, ты чего, скотина? 263 Ну плюс еще за себя же он скорость Бонусы получает Подожди 259 Она вроде бонусная Дает скорость 20 или 30 30 А я перепутал Видимо с имперскими штурмовиками Там 20 скорость Ну ладно, хрен с ним Далее у нас флот Там конечно жопа Я пока открывать его даже не буду Потому что страшно Сюда я захожу Два персонажа Это вот так вот И разъебываю просто как не в себя Ну просто потому что могу В этот раз А, кстати, я же там еще вызовы какие-то принял Там что-то дуэли, не дуэли Бляха Вот здесь мне уже не интересно Подожди Мне бы так-то по-хорошему Малака надо убить Чтобы убить Малака Надо чтобы он получил провокацию Либо так В принципе тоже вариант Не напугал Вот вообще ни разу Волына у тебя еще не доросла Чтобы на кошку позариваться Не-не-не Как тебе такое? Ты мразь Аж ты ж мразь What the What the fuck Бляха Твою мать Один стяг похерил Да я думал до ульты дотянуть Не дотянул Так, фениксы прикольные И эвоки прикольные За кого мы будем убивать Первых и вторых Ну фениксов я наверное Убью за Непосредственно Самого Малака Только единственный нюанс Что он же Ах ты ж Ёб твою Стойкости 76 Плохо это? Плохо Потому что есть вот эта мразь У которой эффективности 20 Ладно, поиграем Бляха Ну как же так модули Ну бывает и такое Что поделать Благодарю Спасибо Очень приятно Друзья А вы криты наносите Вы страх-то вообще получаете? Нет? Я что-то не вижу Нет, страх получают Слушай У них сосать-то нечего У них здоровье 20 тысяч На тебе по щам Сейчас фениксы Малака Ушатают Вот это конечно Будет веселье И аттракцион Пробиваем Ах ты ж скотина Ты такая Как искусственный интеллект Красиво отыграл Сюда иди Бляха Ну это только второй заряд Нам бы еще третий Получить было бы неплохо И после этого Мы уже начнем разносить Уклонение Спасибо Что такое Малак без модулей Это Малак Который не может Справиться с фениксами Притом Они даже не золотые Они Ну просто фениксы Ну может Хватит уже ходить Пацаны Ребятушки Ну завязывайте Серьезно При этом еще Заметь Они суки Не критуют Они не критуют Тем самым Не уходят в страх И мне это Ой как не нравится Вот так уже лучше Ошеломление Первое за все это время Ты что Зачем А после ошеломления Стан бывает Вообще-то Которого я Ой как не хочу Гера ты мразь Слыхала новость Говорят ты мразь Конкретная Угу Держи бубенчики Оставлю геру на сладенькое Как всякую ей хорошенько На И вот таким образом Все Но Определенные риски Все таки были Хорошо Хорошо Здесь я наверное Пойду Очень просто А именно Вот так Вот так И вот так И через йоду Все это мероприятие Зарешаю Главное Мне сейчас Высечь Хорошенько Товарища Который Эвак старейшина Потому что Его тут быть Не должно В теории Ага Сюда пошел Ааа Далее Мне надо высечь Лагре Лагре Сволочь Успел сходить Пацаны Завязывайте Мне еще Между прочим Как-то Прохилиться надо А вы что делаете Угу Так Слушай Один стяг Походу Тут просерю Да На защите На среване Но в принципе 66 Это лучше Чем базовые 65 Почему базовые 65 Потому что Когда заходишь Фулл паком И не теряешь Ни защиту Ни здоровья Ты получаешь 65 Поехали здесь Посмотрим И нас интересует Палача Он не взял Защиту Не поставил Он взял его В атаку Ну и что он сделает Четырехзвездочным Палачом Ну в принципе Если добавить туда Злорадство Туда вытянет Ладно Я тут умничаю А у меня у самого же Палача ведь тоже нет Следовательно 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 Мне надо Грамотно Распорядиться Мне надо Вынести Допустим Здесь Переговорщик Здесь Допустим Идет Злорадство И сюда Не знаю Кого Империя у меня В дефе Империя у меня В дефе Так Все пары Поехали Кого-то Возьмем Пацаны Никого Не возьмем Так Ладно Я вообще За переговорщика Планировал Его Палача Забирать Но Он сказал Нет Дружище Такой практики Тебе сегодня Не видать К сожалению Он прав Санфака Болезненько Немножко Так Пошел отсюда Сволота Кто Ну кто Да Но если честно Неожиданно И непонятно Зачем Но Пусть будет Выстегнем Вот этот Драндулет Выстегнем Вот этот Драндулет И Дозаберем Кайло Ну Санфака Да Потеряли Конечно Так Сюда Идешь И Вот Так Отлично 69 Ну я Вообще Рассчитываю Что он С первого Раза Не Закроет Просто Напросто Нашего Палача Почему Потому что Он не взял С собой Добивающего Ну Серьезно У него Добивающий В котором Эшелон Находится В 6 Звездах И он Не взял Его В атаку То есть Он планирует Закрывать За сепаратистов Либо За своего Палача У него Палач На секундочку В 4 Звезды Вероятность Закрытия Есть Есть Но она Мала Потому что Я по всем Скоростям Его просто Напросто Обгоняю Притом Обгоняю Достаточно Таки Уверенно Так что Зря Он Палача Конечно Не взял Так Сюда Разгонщик И Давай Красиво Добьем Блядь Ну я же сказал Красиво Добьем А не Получим В тык Чтобы Стяги Просрать Мрази Угу Угу Давай Всеки Ему По самой Не балуйся Молодец Так а походу Энакин Единственный Кто тут Что-то Может А ну Еще и Масовка Да Поднадосрал Нам под Конец Конечно Ну 69 Для флота Я считаю Неплохо Да По идее Можно лучше Но И так Неплохо Сюда Я беру Первый Порядок Естественно Вот В таком Составе И На всякий Пожарный Просто Чтобы было Еще Возьму Ведро Потому что Ну Я не знаю Что тут Может Произойти Как таковых Танков У меня Больше Нет Поэтому Пойдем Таким Раскладом Напоминаю Идем Против Холда Что Для меня Ну Можно Сказать Новый Экспириенс Я в принципе Задобивающего Не особо Играю Против Холда Редко Когда Попадаются Жертву Я наверное Бахну В Рей Мусорку Ну Этот Просто Потому что В любом Случай Получит Провокацию Ай Больно Что Блядь Я поспешил Я думал Что сходит Я думал Что сходит Пилот А потом Уже Будет Ходить Шаттл Твою 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 Мать Это Очень Неправильно Так Вот это Надо было Сделать А у Него В любом Случа Антикрит Висит Так Спасаем Пока что Ситу Йовину Таким Образом Бляха Апп против Холда Вообще Умеют Нет Преимущество Там Есть Там Есть Там Нет Преимущества Давай Я сниму Антикрит Это Блядь Как Вообще Это Сейчас Что Было Ты что Мразь Мне Заходить Больше Нечем Я что Сюда Должен Набирать Ты Ёб Твою Мать Что Ебануться На 30 процентов Дополнительный урон За каждый Снятый Положительный Эффект А там Положительных Эффектов Было Сраться И не Жить Пиздец Так Это Получается Я Сейчас Не Закрываю Флот Охренеть Вот Это Бомбя О Конечно Можно Тут Запилить Так Ты Что Делаешь Также Три Заряда Уникально Положительный Реверс Тяги Ставшим На Контрудар При каждом Используем Сокол Базовый Атак Этим Атонин Эффект На Величившую Школу Хода На 50 Процентов Ох Ещё Какая-то Мразь Вылетела Я Понял Тебя Бляха Я Не Закрываю Его Бляха Там Ошеломление Везде Ну что ж я сделал-то Не Это Это Всё Это Мапупа Дикая Охренеть Сокол Вжарил Я вообще Не рассчитывал На такую Подачу Это Просто Конский Движ Просто Конский Движ Не Должно Быть Такого Бляха Пацаны Живите Ну Траву Остался Один Ход До Ульты Ну Доживите А Пожалуйста Хуй Там А Не Доживите Что делать У меня Всё Писос Вот это Холдок Один корабль По факту Там Зарешал Один корабль Он Просто Выстегнул Моих Ппшек По самое Не балуйся То есть Мне даже Ни разу А Нет Разок Дали Мне Сходить Ну Нифига Се Я Понял Тебя Я Понял Всё Я Не Закрываю Его Флот Но Он За два Захода Скорее Всего Мой Закроет Бляха Холда А ты Собака Удивляешь Поражаешь Так Дай-ка я взгляну На знаешь Что Так Ну это мы у него Видели Это мы видели У него ещё Злорадствует Переговорщик Ну опять же И у меня Ещё там Империя И повстанцы Ладно Короче Хер знает Опасный момент Который Надо ждать Пока Ударит Артемисия Но об этом Мы уже узнаем В следующем Серии И в телеграм Канале В частности Так что Подписывайся И туда И сюда Пиши комментарии Ставь лайки Большое спасибо Что посмотрел С тобой был Роман И да Прибынет с нами Сил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok